Пожарно-спасательная часть Время года влияет как-то на эту ситуацию? Да, конечно, с началом отопительного сезона, с наступлением новогодних праздников Вся страна по большей части отдыхает, а у нас прибавляется работа Это связано в первую очередь с понижением температур Это эксплуатация нагревательных приборов, отопительных приборов и человеческих факторов Дмитрий, ваша профессия важная и нужная, поэтому мне хочется сегодня узнать все ее нюансы Как вы пришли в эту специальность? Это была мечта детства? Ну, наверное, как и все, в детстве мы хотели стать полицейскими, космонавтами, врачами Пилотами Пилотами, пожарными Вот я мечтал стать пожарным В принципе, я и реализовал свою мечту детства Меня вдохновило, когда я был маленький Я видел, как горела квартира Как приезжали пожарные машины Как выбегали пожарные в своем манировании И заходили в дом И на меня тогда в детстве это призвало очень сильное впечатление И после этого моя мечта Я пытался достичь своей мечтой Что самое главное вот в пожаротушении? Это вот эти вот большие страшные машины или все-таки человек? Нет, самое главное это человек Потому что без человека эти большие пожарные машины Они просто кусок металла А сердце пожарной охраны это люди Это самое главное то, что приводит в действие весь большой механизм по названию МЧС Каким надо быть человеком, чтобы все-таки осуществить эту мечту И хорошо делать свое дело? Ну я не могу сказать за всех Я могу сказать по себе Что приходя на эту работу и мечтая стать пожарным спасателем Нужно четко понимать, что эта работа собрежена с риском для жизни Поскольку мы рискуем ежесуточно, когда заступаем на дежурство Митрий, скажите, ну а этот риск оправдан? Вы получаете какую-то вот отдачу от своей работы? Да, конечно, спасение человеческой жизни Вот это ощущение, что ты сделал максимум для того, чтобы спасти жизнь Это дорогого стоит Пожарные части состоят из четырех дежурных смен Мы заступаем сутки трое Три дня нам дается на восстановление сил И подготовки к следующему боевому дежурству В каждом карауле возглавляют дежурную смену начальник караула А сколько в одной смене человек? В 28-й пожарной спасательной части в дежурной смене 10 человек Слушайте, ну целые сутки Как вот себя подбадривать весь день? Ведь тем более работа действительно серьезная И ты должен быть постоянно в тонусе Как вы это делаете? У нас есть распорядок дня Он придуман не просто так Он помогает нам поддерживать боеготовность части Тем более готовность подразделения И морально-болевые качества личного состава Для несения боевых служб Простому побывателю, который вот видит пожарную машину только на пожаре Очень сложно представить И он, наверное, не догадывается Что половину нашего дня мы посвящаем тому Что происходит обучение личного состава На пожарных обучается высшее учебное заведение? Чтобы стать пожарным Вначале нужно пройти по месту с локации подразделения стажировку После этого отправляют в учебный центр Где человек проходит полное обучение Первоначальная подготовка После окончания учебного заведения И если у него есть медсправка о состоянии здоровья Что он годный Он получает допуска по работе Потому что наша работа связана И с использованием средств защиты Индивидуальной защиты органов дыхания И работа на высоте И для этого всего нужно пройти обучение И получить соответствующий допуск А как долго длился обучение? Три месяца Ну как вы считаете, это достаточно? Нет, это достаточно только, чтобы стать пожарным Если человек хочет и чувствует потенциал Что он хочет стать руководителем тушения пожара Кем-то выше Есть выше учебные заведения Которые можно поступить и отучиться Ну, видимо, как поступили вы, да? Я закончил Подольский учебный центр Ради месяца-месячные курсы Давайте вы нам покажете, расскажете про этот автомобиль Кстати, я смотрю, автомобили поменяли, да? Они все современные теперь у нас в 28-й пожарно-спасательной инстанции Да, автомобили у нас достаточно обновленные Очень хорошие, практичные Пожарные автомобили делятся на три категории Это основные, специальные и вспомогательные Вот все пожарные автомобили, которые вывозят огнетушающие вещества Пожарно-техническое оборудование, элементарь и личный состав Вместо пожара, вместо ЧС, они называются основными Дмитрий, скажите, а человек, который во время выезда на пожар находится за рулем Это водитель или он тоже выполняет функцию пожарного? Или это отдельный водитель просто? Нет, это не отдельный водитель Это человек, который входит в дежурную смену Который является сотрудником У которого прошел обучение И есть допуска на право управления данной спецтехникой То есть любой водитель не может сесть и просто управлять Но этот человек, который находится в машине Он так и продолжает на пожаре находиться в машине Или тоже участвует в тушении пожара? Нет, на пожаре задействован весь личный состав И главная задача водителя Это доставка личного состава К месту пожара, к месту ЧС И работа с насосом Кстати говоря, доставка воды Вода ведь тоже в этой же машине находится? Да, конечно В основных пожарных автомобилях Индекс обозначения вы можете увидеть На них вывозятся огнетущие вещества Гнетущими веществами выступают в нашей 28-й пожарной части Это вода и пенообразователь А если материала не хватает для тушения пожара Как его обратно возвращаются сюда на базу Чтобы запастись новым или машинкой? Да, это повелось так, что все говорят Что пожарные ездят без воды Но на самом деле вы должны понимать Что вывозимый объем огнетущих веществ Это 3,2 метра кубических воды Это на самом деле очень мало Потому что расход одного ствола 3,5 литра в секунду Если будет работать Эта цистерна полностью опустошится за 15 минут За 15 минут Но этого, наверное, недостаточно, да? Для оттушения серьезного пожара? Нет, конечно, этого недостаточно Поэтому все объекты категорируются И на все объекты вызываются дополнительные силы средства Согласно расписанию выезда То есть новые машины приезжают? Да, первая прибывшая машина Она, как правило, производит разведку вместо ЧАЭС Место пожара Передает по рации второй прибывающей машине Чтобы устанавливать на водоисточник И вторая машина устанавливает цистерну такую же на водоисточник И подпитывает первую Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды К месту пожара Слушайте, ну можно туда залезть? Здесь, вторую берете здесь Ставите ногу Я вас подтолкиваю и мы залезаем Давайте попробуем Я не знаю Теперь на руку можно? Можно Слушайте, это надо все делать быстро, оперативно Конечно, если бы я выезжала на пожар Выезд пожарных подразделений А после момента получения сигнала по телефону Либо после рации Рации у нас должен быть в пределах одной минуты За одну минуту мы должны одеться Прибежать к месту, где у нас разложена боевая одежда Сесть в машину Одеться, машина выезжает И посадка в автомобиль происходит у нас за воротами И все это должно происходить в течение одной минуты Ага Ну, что хочу сказать Конечно, машина внушительная И ощущаешь всю вот эту вот силу пожарных спасателей Когда сидишь за рулем Но и в то же время понимаешь Что эта работа действительно очень опасная И очень отважная И только люди могут служить в пожарной службе Это уже другой отсек автомобиля Здесь сидят, наверное, посадки пожарных, да? Да, совершенно верно И, кстати, хочу отметить, что здесь ступеньки удобнее На мой взгляд Данное посадочных мест 4 Для 4 пожарных Здесь у нас располагаются средства Недовольной защиты органов дыхания Баллоны Баллоны, да Давайте я вам покажу Расположение очень удобно, да То есть мы продеваем просто руки Берем маску, поднимаем флажок фиксатором Все, мы готовы выходить Скажите, а вот всю эту защиту для дыхания Каждый раз при пожаре надо надевать? Или только в каких-то определенных случаях? Основной опасный фактор на пожаре Это не огонь, как может показаться А задымление Потому что в замком помещениях Таких как квартиры, жилые дома Это основной фактор, по которому гибнут люди Насколько хватает времени этого баллона? Вообще максимальное защитное действие данных СИЗО Это 40 минут составляет Но мы должны понимать, что при интенсивной нагрузке Человеческое дыхание усиливается И поэтому расход баллона может произойти немножко быстрее Общий вес боевой одежды, пожарного снаряжения Плюс пожарно-техническое вооружение, которое мы поднимаем с собой Плюс СИЗО может доходить до 20 килограмм Конечно, вес очень большой Но мы понимаем, что кроме нас никто не может помочь людям Люди на нас рассчитывают И у нас есть то оборудование и снаряжение, которое приспособлено для спасения жизни людей Поэтому остается только стеснуть зубы и идти вперед 14 килограмм, хоть и на спине Я думаю, что это много Давайте я попробую и скажу Как это на самом деле? Я прям сегодня приобщаюсь Готовы? Отпускаете? Ну нормально А так вы попробуете с этим еще побегать И такую физическую работу сделать Вы не отпустили полностью, чувствую Отпустила А теперь вот маску надо надеть еще Да Достаточно комфортно, когда, конечно, стоишь Все спокойно Без боевой одежды и снаряжения пожарного Без пожарных рукавов Без инструмента для вскрытия металлических дверей При тушении пожара То есть это все в разы увеличит нагрузку Теперь мы поем маску до конца Уже меня снарядим Поможете? Давайте я вам сначала включу Я надеюсь, я не задохнусь Нет, свежий воздух Дышите спокойно И плоды прилегаете И дышите Это свежий воздух Очень, очень страшно Кажется, что ты сейчас задохнешься Конечно, с непривычки Это совершенно безопасное устройство Оно, наоборот, создано специально для того Чтобы пожарных разделений могли работать Непригодные для дыхания в среде Надо обладать хорошей физической подготовкой Подготовкой в этой работе Как-то тренируетесь, накачиваете будущее Ну, так как я вам сказал Что основная часть нашего дежурства Заключается в проведении занятий и обучения То есть если в первую половину дня Мы проводим теоретические занятия То после обеда Мы занимаемся практическими занятиями Да, ну вот я вижу У вас здесь стоят тренажеры, да? Здесь это все проходит? Или есть еще какие-то помещения? Тренажеры у нас расположены здесь Также на базе 28-й пожарной части У нас есть техподемокамера Где как раз мы проводим занятия непосредственно в сезон По работе, по поиску пострадавших По поиску очага пожара По выносу пострадавшего Там мы проводим тренировки Дмитрий, покажите нам, как устроен автомобиль Что там спрятано? В данном отсеке расположено израильческое аварийно-спасательное оборудование Оно предназначено для вскрытия металлических конструкций Резки, деблокировки страдавшего из автомобиля Дмитрий, вот больше всего меня пугает вот этот вот аппарат Комбинированные ножницы, которые могут как резать, так и производить разжимы, зажимы Оборудование очень тяжелое, поэтому я думаю, что, наверное, я вам дам попробовать, но... Ой, я, наверное, вместе с ним нападу Да И этот предмет действительно может сломать железо? Да Автомобильное Безусловно, вскрывает автомобиль в консервную банку Сколько весит? Ой, килограмм двадцать Не, ну понятно, конечно, меня в пожарные не возьмут, однозначно Ну, видите, как Дмитрий, наш герой, ловко обходится с этими всеми вещами Дмитрий, скажите, а в вашей практике было такое, что приходилось? Хотел использоваться вот этим прибором и вызволять людей из автомобиля, помятого Гидравлическим, во время спасательным инструментом приходится пользоваться достаточно часто Любое ДТП, как вы понимаете, это зажатые, деформированные автомобили Поэтому, чтобы извлечь пострадавшего, передать руки скорой помощи, да, мы используем очень часто это В данном осенье расположены пожарные рукава, как все называют шланг Он, кстати, тяжелый тоже? Пожарные рукава делятся на три вида Это напорные, всасывающие и напорно-всасывающие Данные пожарные рукава относятся к классу напорных Они бывают трех диаметров Это 51 диаметр, это рабочий диаметр, с которым работает 66-й, он может использоваться как и рабочий, так и для прокладки магистральных линий на длинные расстояния И непосредственно 77-й диаметр, который, это максимальный диаметр, который есть в 28-й пожарной части Он используется для прокладки магистральных линий на дальние расстояния Здесь мы имеем пожарные стволы Пожарные стволы у нас здесь представлены двух видов И РСК-50, и РСК-70 Они как раз и подключаются к шлангам? Да, давайте я вам покажу По диаметру? По диаметру, да 51-й рукав РСК-50 Все, можно работать, да? Ну вот видим еще одно страшное приспособление Сверху у нас располагается бензорез и бензопила Для вскрытия металлических конструкций, кровельных материалов мы также применяем бензорез Для вскрытия деревянных конструкций непосредственно используется бензопила Дмитрий, что-то меня прям тянет вот к этим ручкам, чувствую здесь что-то очень интересное Данный отсек, это сердце пожарной автоцистерны Здесь располагается насос с пультом управления Данные пульты управления у нас полностью электронные Они включаются, когда заводится автомобиль, да? Да, при заведенном автомобиле пульт управления работает И с помощью нажатия кнопок мы можем подать как огнетощие вещества, так и произвести забор огнетощих веществов Еще вот лестницы, да, есть тоже? Это для чего? Для подъема личного состава на крыше А зачем на крыше? На крыше у нас располагается три вида лестниц Это для чего? Для того, чтобы если на высоте, да, большой пожар? Нет, на большой высоте мы не сможем Максимальная лестница, которая вывозимая на пожарных акцентсернах, достает до третьего этажа А если пожар выше? То мы используем автолестницы, которая справляется у нас в соседнем боксе И какая этажа? Ее длина 44 метра Это какой этаж примерно? 17 Где-то 18 Опять же, все зависит от того, насколько близко к дому мы можем подъехать При современной застройке не всегда получается, что пожарная лестница может проехать так же, как и пожарные цистерны Да, но вот как вы, кстати, с этой проблемой, как ее решаете, эту проблему? По прибытию к месту вызова первое подразделение старается подъехать как можно ближе к месту происшествия Чтобы произвести разведку пожара, разведку чрезвычайной ситуации Но не всегда мы это можем сделать по разным причинам Это может быть как и припаркованные автомобили, перекрытые проезды Пожарные подразделения выходят из автомобиля, берут все необходимое оборудование И пешком следуют к месту ЧАЭС, к месту пожара Да, поэтому водители, давайте вести себя культурно и все-таки не парковать автомобили там, где нельзя Ведь правила все предусматривают и предусматривают то, чтобы пожарные машины могли свободно подъехать к любому дому или объекту Дмитрий, скажите, а самый запоминающийся случай в вашей практике? Наверное, я могу выделить тот выезд, за который я получил награду Это когда в совхозе имени Ленина горела квартира на первом этаже По прибытию мы увидели открытое горение, если наблюдалось в квартире Поскольку дом был четырехэтажный, старой планировки, задымление было по всему подъезду И, наверное, благодаря опыту, который получен за года и правильным действием мы произвели разведку выше расположенных этажей И между третьим и четвертым этажом нашли бессознание женщину и ребенка Удалось спасти? Да, мы произвели эвакуацию и при помощи средств индивидуальной защиты органов дыхания Производили искусственную вентиляцию легких до прибытия сотрудников скорой помощи Продолжается наша экскурсия по пожарно-спасательному автомобилю У нас еще три отсека Что в них хранится? Здесь уже не так интересно По крайней мере, визуально Неинтересно на первый взгляд, но отвечая на ваш вопрос В каких мемкостях и где мы возим их вещества Как раз это и является бак пенообразователя На данном автомобиле он составляет объем 120 литров Сейчас я буду пробовать открывать отсек Меня научили, как это делать, чтобы не зажать пальцы Даже отсек тяжело открыть Сейчас О, я справилась Поднимаем Здесь находятся сумки Да, на мостейке у нас располагаются также пожарные рукава Дублирующие То есть, как с той стороны Рукавов много Рукавов много Это необходимо для обеспечения подачи ни одного, а нескольких стволов в случае необходимости Также у нас есть теплоотражающие костюмы 200 Они используются при тушении, где ЛВЖ-ГЖ, где очень большая температура Сколько в среднем уходит времени для того, чтобы потушить серьезный пожар? Ну, каждый пожар индивидуален, но в среднем дом мы можем потушить уже при развившемся пожаре часа за два-три Мне страшными кажутся не только приспособления, которые находятся в пожарно-спасательном автомобиле Но и вот этот комплект одежды, когда пожарные его надевают, это так выглядит немного устрашающе Но ведь это не просто одежда, да? Она выполнена из специальных тканей Да, это боевая одежда пожарного Она предназначена для ведения боевых действий у непосредственно около очага пожара Она состоит в шлем-каске, предназначенном для защиты головы, защиты органов зрения Можно я введю? Конечно Просто только сейчас вы заметите, она золотая снаружи, поэтому кажется, что там ничего не будет видно Сейчас Я вам расскажу Ой, я все прекрасно вижу, конечно, да Непосредственно с самого пожарного Это состоит из куртки, штанов и резиновые сапоги пожарные Но все лежит не просто так, не в сумбуре, как может показаться Гуртка лежит как-то специально, чтобы ее можно было быстро оперативно Да, поскольку время реагирования у нас составляет в течение минуты Минуты, да Специально мы укладываем боевую одежду и снаряжение таким образом, чтобы при сигнале тревога мы могли быстро прозить ее одеть Ну, мы сейчас вас, конечно же, попросим все это надеть Все, готово? Да, готовы к поезду Номера здесь 28, здесь 29 Вот, почему разные? Ну, 28, видимо, это пожарный 28, это номер пожарно-спасательной части 29, это позывной каждого пожарного То есть, не по именам, а по именам? Нет, специально существуют у нас определенные таблицы позывных И у каждого пожара, за каждым пожарным закреплен определенный позывной А, кстати, как вы друг друга слышите? Потому что, ну, во-первых, на пожаре там шум, гам, шлем У всех есть переносные радиостанции На машинах есть стационарные радиостанции С помощью которых мы производим обмен информацией Дмитрий, я еще знаю, что вас недавно наградил губернатор Московской области Что это за награда? На день МЧС, 27 декабря, губернаторам было присвоено почетное звание пожарной подмосковья Почетной пожарной подмосковья? Да, совершенно верно Вот видите, с каким сегодня человеком интересным мы знакомимся А что для вас значит эта награда? Какой-то она стимул к дальнейшей работе вам дает? Это очень ценная награда, которая, как я считаю, была достигнута не лично мною, а всем нашим подразделениям Потому что самое главное – это коллектив Это люди И благодаря им мы смогли добиться таких высоких показателей Дмитрий, вы как-то вот отслеживали такой момент? Сколько людей вам удалось за годы службы спасти? За 18,5 лет на моем счету 11 спасенных жизней Ну что, Дмитрий, спасибо вам огромное за такую интересную экскурсию За рассказ про вашу деятельность И за то, что дали все на себе попробовать О, спасибо, приходите еще Да, обязательно, спасибо Спасибо всем, кто был с нами сегодня на телеканале Видное ТВ С вами была Юлия Погосяна Программа «Мастер своего дела» Ждите новых выпусков Всего вам доброго, до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому